Книга Бытие, 2 глава. Я буду читать с 8 стиха и немного ниже несколько стихов. Книга Бытие, 2 глава, с 8 стиха. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. «Имя одной – Фессон, она обтекает всю землю Хофила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там бдолах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хидекель, она протекает пред Осирией. Четвертая река – Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделать его и хранить. Если бы нам предстояла задача дать описание Едемского сада, это было бы чрезвычайно трудно сделать нам. Потому что, когда мы смотрим на творение Божие, когда мы смотрим самые красивые места на этой земле, то мы хорошо понимаем, что все, что самое красивое сегодня есть на земле, это является лишь только тенью того, что было вначале сотворено Богом. Это является лишь только маленьким оттенком того прекрасного Едемского сада, который Господь сотворил для первых людей. Когда в первой главе книги «Бытие» идет описание того, как Бог за шесть дней творил эту вселенную, этот мир, эти описания для творения очень интересны в том смысле, что они являются очень краткими, очень короткими по своему содержанию. Мы читаем, «И создал Бог, и стало так. И увидел Бог, что это хорошо. Но вот дать описание, как это было хорошо, автор этого не делает, по одной простой причине». Братья и сестры, нету у человека ни слов, ни самого богатого воображения, ни красок. Нету просто в наличии тех ресурсов, чтобы дать описание, как Бог сделал это хорошо. Среди всей этой красоты на земле, кроме прочего, что Господь создал, имейте в виду, братья и сестры, очень важно понимать, что мир, который мы сейчас видим в его красоте, это мир, который после грехопадения, мир измененный, земля проклята. Среди всей красоты на земле Господь Творец создал особое место для первых людей. Бог назвал это «раем», или в буквальном переводе это означает «ограждение» или «садом». Буквальный перевод слова «рай». Этот сад находился в Едеме на Востоке и, вероятно, по географическим описаниям в Персидском заливе. Интересно, что, безусловно, передать красоту этого сада невозможно. Вы знаете, автор этого не делает. Он даже не делает никаких попыток дать описание красоты Едемского сада. Но автор книги «Бытие» дает некоторую информацию. То, что там находилось, мы с вами только что прочитали. Первое, мы встречаем, прежде всего, мы встречаем, что в этом саду находились разные деревья, которые были приятные на вид и хорошие для пищи. Разные деревья, приятные на вид и хорошие для пищи. Это первое, посреди рая, обратите внимание, в центре рая, посреди рая находилось два особых дерева. Писание называет «дерево жизни» и «дерево познания добра и зла». Что еще находилось в Едемском саду, в раю? В Едеме находилась река, которая предназначалась для орошения сада. Но вы знаете, эта река, она выходила за пределы Едемского сада и разделялась еще на четыре реки. Мы с вами прочитали их название. Итак, начало реки брало в раю, а потом река разделялась еще на четыре реки и выходила далеко за пределы Едемского сада. Братья и сестры, мы не знаем границ Едемского сада. Но говоря об устройстве этого сада, автор стихов, он говорит, что упоминает, кроме деревьев реки, находились там деревья, река, которая выходила, он упоминает еще золото. Золото той земли, подчеркивается, было хорошее, то есть самой высокой пробы. Что еще находилось в Едемском саду, что известно нам сегодня? Интересно, автор стихов подчеркивает, что там еще находилась камень, оникс, один из самых дорогих камней, и бдолах называет. Вы знаете, это одновременно и смола, которая имеет особый запах, но это смола из деревьев, которая настолько тверда, что ее причисляют к особым драгоценным камням, а еще называют их жемчужиной. Братья и сестры, почему я говорю эти предметы сегодня? Просто четыре вещи нетрудно запомнить, правда? Сейчас мы не будем останавливаться на них, но когда мы будем делать итог нашей проповеди, когда мы подведем итог сегодня собрания, мы обязательно вернемся к этим вещам, к этим предметам, которые находились в Едемском саду. Итак, первое, на что мы хотели бы обратить внимание, то, что, как я уже отметил, в самом центре, в самом центре или посреди рая находились два особых дерева, которым сегодня наше особое внимание. Друзья, это не случайно. То, что в центре, всегда привлекает внимание. То, что находится в центре, мы никогда не пройдем. Ну, даже из нашей обычной жизни мы говорим, что в центре города такого-то находится какая-то особая архитектура. Говорит, идите в центр, вы обязательно выйдете на это красивое здание. Или мы говорим, в центре нашего праздника, бракосочетания, находится жених и невеста, к ним наше внимание. Или в центре нашего служения сегодня будет вот это служение или вот этот важный момент. Вы знаете, Бог хотел обратить внимание первых людей на эти два дерева. Он не дистанцировал от людей, от этих деревьев. Вы знаете, держитесь подальше или находятся где-то в особом месте. Нет, Он посадил их в центре. Как далеко они были друг от друга, мы не знаем. Допускаю, предполагаю, что они были близки. И визуально можно было видеть эти деревья. Но вы знаете, что отличало эти деревья друг от друга, мы хорошо знаем. Плоды дерева жизни давали возможность жить вечно. Если человек вкусит от дерева жизни. Плоды дерева познания добра и зла несли в себе смерть, если их вкусит человек. И сотворенный Богом человек находится в Едемском саду. Он еще один, он без Евы. И слышит повеление Бога относительно этих деревьев. 2 глава, 16 стих книги Бытие. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». 17 стих. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, из этих двух стихов мы делаем вывод, что запрет на употребление плодов касались только дерева познания добра и зла. Запрет на употребление плодов в пищу от дерева жизни не было. От всякого дерева ты будешь есть. И очень нужно отметить, что плоды от дерева жизни отличались от других плодов. Я еще раз хочу подчеркнуть, что если бы человек вкусил, он бы стал жить вечно в том состоянии, в котором находился. Это очень важно. И по всей видимости, Адам обратил внимание на предупреждение и запрет Бога относительно дерева познания добра и зла. Потому что, когда в его жизни появляется жена, Ева, он сообщает ей эту информацию. Он сообщает ей эту информацию. Ева была информирована о запрете. Об этом мы узнаем из событий, которые произошли уже в третьей главе. Помните, когда дьявол, змей подошел с искушением, предложением, то Ева четко ответила. Хотя она не присутствовала в том моменте, когда Бог говорил Адаму, давал повеление не вкушать об этом. Еще очень важное отличие этих двух деревьев, братья и сестры. Хочу обратить внимание на отличие этих двух деревьев, которые росли в центре Едемского сада. Обратите внимание, в Едемском саду звучат впервые слова «добро» и «зло». В Едемском саду впервые звучат, в этом идеальном месте для человека звучат «добро» и «зло». А в третьей главе Ева говорит о смерти. Они еще не вкусили, друзья, плодов этого дерева. Они еще не испытали на себя эту власть греха и смерти. Их глаза еще не открылись, но они уже слышат предупреждение. Друзья, слышат предупреждение. Зло во Вселенной уже существует. Оно рядом и даже здесь. И это не случайное предупреждение, друзья. На момент событий, которые происходили во второй и третьей главах, во Вселенной зло уже существовало. На момент событий, которые происходили во второй и третьей главе, зло существовало во Вселенной. Уже было восстание. Третья часть ангелов была свержена на землю вместе с дьяволом, с Люцифером. Было свержено на землю. Это очень, знаете, когда мы рассуждаем об этом, друзья, о сегодня, о дереве жизни и дереве познания добра и зла. Это очень сложная тема. Это очень сложная тема. И я бы сравнил свою проповедь, в которой я буду сейчас говорить и раскрывать смысл и значение дерева жизни, я бы сравнил его, знаете, с таким осторожными шагами по узкой тропинке. С очень осторожными словами. Обратите внимание, мы очень ограничены в той информации, которая оставлена на страницах Священного Писания. Но я благодарю Бога, что у меня в руках есть книга, это свет в стезе моей, который открывает нам величие и красоту. И то, что, друзья наши, образно представили, два это дерева, друзья, это также наша попытка со смирением пред Богом, чтобы мы могли как-то визуально представить ту картину и те события, чтобы мы могли находиться вот сейчас просто в этом Еденском саду. И посредине крест, друзья, это не случайно. Об этом сегодня мы тоже будем говорить. Думаю, что очень важно будет обратить внимание и на следующее замечание, когда мы говорим о событиях в Еденском саду и назначении двух деревьев. Знаете, в некоторых христианских книгах на эту тему, когда пишут размышления, свои предположения о назначении двух деревьев, можно встретить некоторые размышления. говорю цитату одну из книг. «Если бы Адам не ел от плодов дерева познания добра и зла, то есть, если бы он одержал победу в этом искушении, то...» с таким подходом к развитию событий, которые касаются вопросов, связанных с грехопадением. Позвольте не согласиться. Почему? По моему, братья и сестры, твердому убеждению, Бог никогда не делал экспериментов, не делает экспериментов и не будет делать. У Бога нету плана А, план Б или план С. Абсолютно нет. У Бога есть абсолютно совершенный, удивительный, потрясающий Его план от вечности. У Бога есть только один план, Его совершенный, и Он, сидя на престоле, поэтому вселенная тверда, не поколеблется ни на одно мгновение. Ничего никогда Бог не опоздает и не торопится в своем удивительном божественном плане. В Священном Писании есть один очень важный текст, помните, где Петр говорит об акции, заклонной прежде создания мира. Братья и сестры, это наше богословие. Это наше богословие, на котором мы должны твердо стоять. Из этого понимания, агнец, заклонной прежде создания мира, будут развиваться все события на этой земле. Это очень важно. Если брать за основание Его план, Его Слово, Его Слово, и все события, которые записаны в книге Библии, то мне представляется вот следующая иллюстрация. Когда события, которые описаны в первых главах Библии, только совершались на этой земле, то у Бога в этой книге были уже написаны все последние строки книги Откровения в последних главах. Все было записано, все было предусмотрено, все было взвешено, и все было развивалось по великой, святой воле Божией. Если бы не было событий, описанных во второй книге Бытие, в третий книг Бытие, то никогда бы не было Голгофы, никогда не было бы Воскресения, никогда не было бы славного Вознесения и Небесного Иерусалима. Мы говорим сейчас о событиях мирового масштаба. События, которые произошли во второй и третьей главах книги Бытие, в том числе и роли дерева жизни, и дерева познания добра и зла, братья сестры, можно понять только в контексте всех последующих событий, которые происходили в истории, братья сестры. События и роль дерева жизни, дерева познания добра, можно понять только в контексте всех последующих событий, которые будут происходить после этих событий в Едемском саду, включая, как сказал Голгофу, и картины нового неба и новой земли. Также очень важно, друзья, посмотреть на роль первых людей, Адама и Евы. Они были не просто первые люди, которых Господь сотворил самостоятельными, независимыми. Первая семья Господь сотворил, благословил. Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, друзья, нет. Их роль была очень уникальна. Адам и Ева были родоначальниками или основателями человеческого рода. То, что происходило с ними лично, имело абсолютно последствия для каждого человека, который родился после них, включая нас с вами. И имя Адама, как мы читаем в Священном Писании, упоминается не только о книге Бытие, а имя Адама упоминается, помните, в послании к Римлянам, где апостол Павел раскрывает удивительный план спасения. Он раскрывает искупление, какую роль играл Адам. Также мы встречаем имя Адама и в послании к Римлянам, в первом послании к Римлянам, в 15 главе. И вы знаете, там есть удивительный стих, 45 стих, если можно откроете нам этот стих, 45 стих, 15 главы первого послания к Римлянам. Там тоже упоминается Адам, но обратите внимание, там есть и другая личность. Так написано, первый человек Адам стал душою живущей, А последний Адам, кто это? Господь с неба, Христос, душ, животворящий. Друзья, обратите внимание, это тоже очень важно. Итак, Адам и Ева помещаются в Едемский сад, чтобы положить начало развитию нового, нужно сказать, непростого, пути человеческого рода. Я хотел бы такой задать вопрос для всех нас, кто присутствует в этом зале. Как вы думаете, друзья, хотел ли Бог, чтобы человеческая история развивалась только в границах Едемского сада? Даже если бы границы этого сада были открыты до границ всей земли, абсолютно везде, хотел ли Бог, чтобы история человечества развивалась в пределах земного Едемского сада со всем благополучием, благословениями земли? Ответ однозначный – нет. Братья и сестры, ответ однозначный – нет. Это не был Божий план. Абсолютно нет. Едемский сад был местом, где была представлена вся история человечества в миниатюре. В Едемском саду, там, в этих условиях, произошло грехопадение первых людей. В Едемском саду впервые они услышали приговор. В Едемском саду первые люди услышали Евангелие, где Бог сказал, что от семени жены придет тот, который поразит змея в голову. Но очень важно, говоря о назначении дерева жизни, друзья, мы подходим к этому, выведем, что плоды с дерева жизни так и не были сорваны. Дерево жизни не было тронуто человеческой рукой, сотворенный Богом человек из праха земного, так и не приобрел дар вечной жизни в Едемском саду через вкушение плодов с дерева жизни. О дереве жизни в книге «Бытие» упоминается три раза. В книге «Бытие» мы читаем о дереве жизни три раза. Первый раз мы прочитали в девятом сихе, где оно помещается в центре рая вместе с деревом познания добра и зла. Второй раз мы встречаем о дереве жизни в 22 стих 3 главы, 21-22 стих. «Адам и Ева после грехопадения, испытав разочарование, страх, стыд, они находятся в кожаных одеждах, которые Господь одел». И вы знаете, мы встречаем, мы видим третий, пожалуйста, главу «Бытие», 22 стих, и мы видим совет Троицы. Обратите внимание, как сказал Господь. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас множественное число. Отец, Сын и Дух Святой участвуют в этом совете. Он познал добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей и не взял так же от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно. Человек оказался в ужасной трагедии, грешник, человек, в которого проникла смерть, грех, тление. И обратите внимание, любовь Бога. Бог не молчит. Бог ищет человека. Адам, где ты? Он говорит, Адам стал один, как из нас. Что делает Бог? Бог спасает человека. Он удаляет его из Едемского сада. Он удаляет его из Едемского сада и ставит там херувима, осеняющего с огненным мечом, чтобы человек никогда не вернулся в Едемский сад. И так мы видим, что всякая возможность для человека вернуться в земной рай утрачена. Получить дар вечной жизни через принятие плодов от дерева жизни не представляется возможным. И все, что человек мог взять с собой из Едемского сада, друзья, вслушайтесь, все, что человек мог взять с собой из Едемского сада кожаные одежды, которые Бог одел его, спасая от греха, смущения, стыда и позора. И возникает вопрос, а какое же было тогда назначение дерева жизни? Какую цель Бог преследовал для первых людей, когда Он насадил не только дерево познания добра и зла, но и дерево жизни? И ответ будет следующий. История Едема. История Едемского сада – это начало большой истории всего мира. Это только начало большой истории всего мира, которая берет начало в Едемском саду, закончится вот эта первая история человечества, братья и сестры, уже не садом, а удивительным дворцом, небесным Иерусалимом, новым небом, новой землей. А вторая часть начнется там и не закончится никогда. Никогда, друзья. Поэтому Едемский сад не был конечной целью Бога, где Бог хотел оставить человека навсегда. У любящего Бога было приготовленное, истинное, другое дерево, дерево жизни, которое есть Христос, который Он дает жизнь вечную человеку, не в границах Едемского сада, а в славной вечности с Господом. И это очень важно. И как мы знаем, Иисус Христос имеет очень много образов. Мы сегодня говорим об Иисусе Христе как древо жизни. Иисуса Христа называют добрым пастрем. Христос говорит о себе из хлеб жизни. Но Он является, друзья, также и деревом. Обратите внимание на текст Священного Писания, когда пророк Исаия, 11 глава, в первом стихе говорит, «И произойдет отрасль от корня Есеева, и ветвь произрастет от корня Его». И вот эта веточка, которая была маленькая, а помните, пророк Исаия говорит, он как был как росток из сухой земли, в нем не было ни вида, ни величия. Эта веточка стала могучим деревом жизни, который дает дар вечной жизни, кто вкусит. Писание говорит, «Вкусите, вкусите и узнайте, как великий благ Господь». Христос себя сравнивал с зеленым деревом. Еще один текст, еще один прекрасный образ Господа ведут нашего на страдания и на Голгофу. И женщины, которые окружают Его, плачут, и Он утешает, успокаивает их, и говорит, «Не плачь обо Мне, но плачь о себе и о детях ваших». И следующий стих Христос говорит, Иоанн Глеб, Луки, 23 глава, 31 стих. Он говорит так, «Ибо если с зеленеющим деревом это делает, то сухим что же будет?» Он употребляет и называет себя зеленеющее дерево. И когда Христа привели на кассе, Его распали на древе, на кресте. А Писание говорит, проклят, всякий, висящий на древе. Деревянный крест был символом смерти, символом позора и проклятия, но не для Христа. Крест, братья и сестры, является величайшей благой вестью. Мы не воспеваем крест, а мы воспеваем того, кто взошел на крест, взял грехи всего мира и каждого человека. И сегодня, друзья, Он является этим зеленеющим деревом жизни, дающим дар вечной жизни всякому, кто обратится. Вот почему у нас крест сегодня присутствует на нашем празднике, потому что Он является зеленеющим вечным древом жизни. Дерево жизни, которое росло в Едемском саду, братья и сестры, было символом будущих событий. Было прообразом того, что произойдет в будущем. И земной Адам никогда не прикоснулся к дереву жизни, потому что Бог не допустил этого. Друзья, Бог не допустил, Он бы никогда не вкусил, иначе, как мы говорим, произошла трагедия. Вся его жизнь вечный человек, грешник, имеет дар вечной жизни, друзья. Поэтому это является этим удивительным прообразом. Подобно тому, как когда-то Авраам зашел своим сыном, помните, Исааком, где Бог сказал, возьми сына твоего на одну из гор и принеси его в жертву. И когда рука Авраама уже была поднесена, то услышал голос Божий, остановись. Бог не допустил, потому что Бог предназначил другого акца, прежде создания мира Господа нашего Иисуса Христа. Итак, история дерева жизни Едемского сада очень удивительна. Она берет свое начало в книге Бытие в Едемском саду. Но вы знаете, у нее есть продолжение этой истории. Книга Откровения заканчивается историей дерева жизни. Первым пристанищем человека был сад. Прекрасный сад. Но последним пристанищем человека будет город. Вечный город Иерусалим. Прочеслось, помните, вначале мы говорили, что в Едемском саду была река для орошения рая. Были деревья. Было дерево жизни и дерево опознания добра и зла. Было золото хорошее, были эти камни особые, драгоценные. Когда мы читаем книгу Откровения, описание устройства нового неба и новой земли и город Иерусалим, я бы хотел, чтобы мы вернулись теперь в последнюю книгу Откровения, заканчивая наше служение, подводя итог. Обратите внимание, как заканчивается удивительная книга Откровения. 22 глава с первого стиха показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога Иоаннца. Река. Среди улицы его по ту и другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Братья и сестры, книга Откровения, нужно отметить, это книга символов и образов. То, что там происходит, это символ и образ, но все же, обратите внимание, снова упоминается река и дерево жизни. Вот это дерево, оно очень удивительно растет, друзья, это трудно даже представить. Река и дерево как бы посредине корни, которые как бы расходятся по ту и другую сторону. Каких размеров, это удивительно, знаете, это дерево описывается, но оно имеет особые свойства. Там листья есть для исцеления народов. И вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, это очень важно отметить, что люди на вечности в небесном Иерусалиме будут употреблять пищу. Люди, спасенные на вечности будут употреблять пищу. Это будет особая пища, друзья, несравнима с тем, что на этой земле. Обратите внимание, этот текст говорит пророк Иезекииль об этом тоже событии. Если мы откроем, пожалуйста, 47 главу, 12 стих, откройте, пожалуйста, нам этот текст книги Иезекииль, 47 глава, 12 стих. Там записано следующее, вот этот 12 стих. Он говорит, у потока по берегам его с той и с другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу, листья их не будут увядать, плоды на них не будут истощаться, каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища, плоды их будут употребляемые в пищу, а листья для врачевания. Может быть, для кого-то это будет немножко новостью, Господи, неужели мы будем есть? Да, братья и сестры, мы будем кушать, это будет удивительно, мы видим с деревьев. Вы знаете, помните, когда народ израильский находился в пустыне, и Господь особым образом позаботился о них, послал им пищу, ману. И автор Псалма 77-25 стихе он говорит такие слова «Хлеб ангельский ел человек». Хлеб ангельский человек послал он им пищу до сытости. Поэтому мы прочитали, что плоды этих деревьев будут действительно даны для людей. Но здесь возникает еще очень важный такой момент, о листьях. Обратите внимание на дерево жизни. В Едеме ничего не сказано о листьях, только о плодах. А в книге Откровений автор подчеркивает, именно уделяет внимание особые листья. И листья предназначены для особой цели исцеления народа. И возникает вопрос «А что? Люди будут болеть?» Абсолютно обратите внимание, Писание говорит «Нет». Книга Откровения 21 глава 4 стих написан так «И отрет Бог всякую слезу сочей их. Смерти не будет уже, ни плача, ни воплей, ни болезни уже не будет». Так для чего же тогда предназначены, друзья, очень важно, когда мы смотрим на текст оригинала. В оригинале написано объяснение, дается более глубокий смысл предназначения этих листьев. И они следующие. Мы читаем в оригинале переводится это слово «исцеление» как «забота», «попечение», «благословение». А в немецкой Библии записаны следующие слова «листья для здоровья и благословения». Понимаете, да? То есть Бог хочет дать людям благословение. И здесь очень-очень образный язык. Поэтому, друзья, мы смотрим, как Господь удивительным образом позаботился о спасении человека. В Едемском саду дерево жизни было прообразом, символом, напоминанием вечного древа жизни, который является Христос и который дает, кто принимает его, кто вкушает его и приходит, дает дар вечной жизни. В небесном Иерусалиме, когда мы будем там, братья и сестры, одновременно и символом является это удивительное дерево жизни и практической стороной. Но самое главное, друзья, когда мы будем вкушать и плоды, и листья, народы, обратите внимание, доступ народы, этнос в оригинале написано, языческие народы. Друзья, я хотел бы остановиться перед нашей молитвой, когда мы поблагодарим на самый важный стих в 22 главе книги Откровения, 14-й, заключительный. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Христос сказал, я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется. Дорогие друзья, дорогие слушатели, дорогой друг, кто может быть впервые сегодня пришел в церковь до молитвы, возможно, вы мало что поняли, может, даже ничего не поняли, впервые находясь в доме молитвы, слыша проповедь. Но хочу обратить внимание на эту удивительную вещь, удивительную мысль. Христос говорит, счастливые те, которые войдут в этот город, войдут в город воротами и будут иметь право на древо жизни. И когда мы будем там наслаждаться всеми благословениями, друзья, это дерево, которое будет только напоминать и указывать, посмотрите, того, где этот город не нуждается в свете, потому что сам Агнец, сам Господь на престоле будет освящать. Это является величайшей радостью и благословением. Сегодня, когда мы собрались в дом молитвы, в дом Божий, чтобы поблагодарить Господа за дары, за хлеб, за воду, мы как верующие люди, друзья, я хотел, чтобы мы сегодня склонились и кратко поблагодарили Бога за древо жизни Господа Иисуса Христа, который стал для нас добрым пасторем, хлебом жизнью, дверью и вечной жизнью, которую Он дарит каждому, кто его призовет и примет в свое сердце. Я приглашаю вас к молитве благодарения Господу. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok